Включил запись. Сейчас еще сделаю на Facebook. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Сегодня у нас 37-й урок, 37-е занятие нашего замечательного курса по переводу дословному по разбору грамматическому Торы, молитв и так далее. На последних занятиях мы немножко занимались, в том числе и текстами, которые мы читали в Песах. Сегодня я хочу сконцентрироваться на двух главах, которые мы прочитали вчера. Это Тазрия и Метсура. И я решил использовать вот этот материал для продолжения нашей темы. Как нам разобрать, что нам Тора говорит? Значит, когда идет некая специфическая тема, в которой есть свои собственные термины, эти термины в какой-то момент появляются, а дальше они повторяются. И каждый раз мы встречаем это слово, может, в той же форме, которая нам уже попадалась, может быть, какой-то другой, мы уже его не переводим. Мы не лезем в словарь. Я надеюсь, что мы в состоянии, если не запомнить его с первого раза, то, по крайней мере, выписать и найти в своем словарике на сегодняшний день. И сегодня мы увидим несколько вот таких примеров. Итак, я делаю шер, я делаю демонстрацию экрана. Хватит вам любоваться на меня. И вот вам текст главы тринадцатого параграфа нашей книги ВК. Я поставил это все в нашу группу в Телеграм. И вот здесь выделены зеленым слова, которые для меня, по крайней мере, я думаю, что и для вас они не представляют проблемы. Это слова, скажем так, общеупотребительные. Либо они входят в нормальный лексический запас человека, который в состоянии общаться на иврите. Но поскольку у нас в группе не все такие, то, значит, я их, естественно, буду вам переводить. Либо они часто встречаются в Торе и могут не встречаться в обыденной жизни. А вот желтым слова, которые специфичны. И я их выписал в отдельный файл, в отдельный файл, который называется «Слова». И вот туда мы будем периодически заглядывать. Итак. Я рассчитываю на определенный уровень знания иврита, но нет обязанности у каждого, кто посещает наш курс, этот уровень иметь. Курс рассчитан и на тех, кто ивриты не знает совсем и не знает букв. Вот с ними мы долгое время разбирали буквы, так что они в состоянии были прочитать каждое написанное слово. Но все-таки проще разбираться тем, кто немножко знает слова. Итак. И говорил Бог... Ой, извините, это я не должен был делать. Вот это вот слово означает имя Всевышнего. К Моисею и к Аарону. Следующее. Говоря. Адам слово. Адам значит человек. Ки-и-и-и-е. Когда будет или если будет. Бе-ор. Ве-ор. Вот это слово. Ор означает кожа. Нам оно встречалось в книге Шмот, где оно скорее означает шкура животных. Но первое его появление, это где? В книге Берешит, когда говорится, что перед тем, как рассказывается об изгнании из рая Адама и Хавы, говорится, что Бог сделал им одежды из ор, из шкур, из шкур животных. Значит, и так человек, если будет на коже, бессаро, слово бессар, это плоть, мясо, на коже, мясо его, на коже его тела. Сээт. Вот это слово сээт. Давайте посмотрим в нашем словарике. Я стараюсь пользоваться стандартным словарем, который называется ирис, но не все слова там попадаются. Вот, например, этого слова не нашел, потому что оно специфично, оно не используется, очевидно, в современном иврите. И действительно, если бы не Тора, я это слово не знал, поэтому я сделал проще. Я открыл текст, перевод текста вот на этом ресурсе. Давайте на всякий случай я вам и в чат его тоже поставлю. Если есть желание, милости просим, открывайте. Так, вот, минуточку, вот он чат для всех. Так, все получили, да? Вот, собственно, вот так я его выделяю, вот так я его открываю. И вот я вижу здесь комментарий. Это может быть либо комментарий Раши, либо комментарий... Где они тут? Ну, я не вижу. Вот, хорошо, это мы с вами увидим. Ну, здесь в основном у нас комментарий Раши, поэтому просто не будем говорить ни о чем другом. Так, и вот этот комментарий я выписал в словарик. Вот что такое соед, выступающее или переходное, или яркое. Это буквальный перевод, который дан тут, на этом сайте, который я вам показывал. Вот этих слов. Это название поражений проказой. Я хочу обратить ваше внимание, что это не та проказа, которую мы имеем сегодня. Не про нас с вами будет сказано. Это не та проказа, которую мы знаем. Это некое заболевание, которое очень специфично и называется нацарат, которое является наказанием Всевышнего. Точнее, являлось, потому что сейчас оно тоже не встречается. И вот про этот царат две недельные главы, которые мы обе вчера прочитали, поскольку две недельные главы мы читали в прошлую субботу. Это главы Тазрия и Несура. Так? Вот. Ну, но можете посмотреть в словаре, что про это сказано. Движемся дальше по тексту. О! Сапахат. Это слово у нас тоже выделено. Немножко его тут объяснили, но есть и сапахат. Вот, пожалуйста. Из словаря стандартного. Здесь он переведено как лишай. Ну, а также вот такое переносное значение, как надоеда. То есть тот человек, от которого так же трудно избавиться, как не про нас бы сказано, лишай. От лишая. Вот интересно, что слово сэфах или сэфах, как выделено здесь, это дополнение, так? Это приложение. Например, когда я посылаю некий документ, и к нему нужна справка, то есть я ссылаюсь на что-то, вот это называется сэфах. Так? Смотрим. Дальше. О! Багерет. Слово Багерет. Дается к нему перевод. От слова Багир. Багир – это значит светлый. Светлое пятно на коже. Дальше. Вегая беорсаро и будет на коже тела его. Ла нега. Слово нега означает поражение. Так? Нега – болезнь, рана, язва. Так? Царат. Вот это слово, наконец, царат, которое, конечно же, слова переведет как проказа, но я только что объяснил, что это не та проказа, с которой знакомы врачи. Вегува. Вот это слово может быть не очень понятно с первого взгляда. Но это гуф-аль от корня ба, от корня бет вав-алеф. Что это творение означает? Придти. А в гуф-але, что он значит? Быть приведенным. И будет приведен этот человек, у которого будет замечено то, что называется царат, эль-Арон-акоин, к Арону-коину, о эль-хад-мибанав, или к одному из его сыновей, о коаним-коинов, вера-акоин, и увидит и осмотрит коин. Эд-анега. Это вот поражение. То есть то, чем он поражен. Беор, хабасар, на коже тела его. Ве-це-ар. Це-ар это волос или волосы. Слово в единственном числе может переводиться в словом множественном числе. Ба-нега на вот этой, на этом поражении. Га-фах лаван. Слово га-фах означает перевернулся, переделался или стал чем-то. Так вот, если це-ар, волосы, стали лаван, лаван, это значит белое. У-мар-э от слова ро-э. Мар-э это вид. Га-нега. Вот это упражение. А-мок. Слово а-мок значит глубокий. А-мок, ме-ор, глубже кожи. То есть выглядит это как некое углубление на коже. К слову а-мок есть однако иные слова, как о-мек, глубина. Так. Или э-мек это долина, низина. Так. Меор ба-саро, кожи тела его. Нега цара-адгу, то это то, что называется цара-ад. Ве-ра-агу а-ко-эн. И осмотрит ее коэн. Ве-ти-ме. Слово тамэ. Корень его. Вот он. Тет-мем-алев означает нечистый. О-то. И объявит его нечистым. То есть буквально. Я даже не знаю, русского такого слова нет. То есть в результате некоего действия. Да. Не просто будет объявлено. Но сделается это нечистым. То есть это станет нечистым. Ве-им ба-гэрит. Ле-ва-на. Ги. А если это ба-гэрит. Мы это переводили. Ле-ва-на. Белая. Бе-ор-псаро. На коже тела его. Ве-амок. Эйн. Мар-эга. Но углубление не является его видом. То есть на вид она не выглядит глубже. Мин-ха-ор. Чем кожа. У-ца-ара. И волосы. Ло-фах-ла-ван. Не превратились в белые. Да. Ве-гиз-гир. Корень здесь. Сагар. Син-гем-эр-иш. Что такое сагар? Закрыть. Биз-гир. Это тоже самое мы переводим. Закрыть кого-то. Сделать так, чтобы кто-то был закрыт. А коэн. Закроет коэн. Эт-ан-эга. Счиват-я-мим. То есть он сделает так, чтобы к этому месту не было касательства, не было никакого ухода за ним. Да. Ну, к примеру, там сбрить волосы. Это не разрешено. Шипат-я-мим. В течение семи дней. Ве-ра-агу-а-коэн. И увидит его. Коэн. Снова смотрит. Бе-йом-га-шв-я-и. В день седьмой. Ве-гин-э-и-вот. А-нэ-га-ам-ад-бе-эй-нав. Это поражение стоит в глазах его. Ло-паса. Это слово. Давайте посмотрим. Вот оно. Паса. Распространяться. То есть не распространилось это поражение. Прекрасно? А-нэ-га-ба-ор. На коже. Ве-из-гироа-коэн. Шив-ат-я-мим-шэ-ни-ит. Шэ-ни-ит. Это значит во второй раз. И снова Коэн закроет это. Вера-а-коэн-от-то. И увидит Коэн его. Де-йом-га-шв-и. В день седьмой. Шэ-ни-ит. Во второй раз. Ве-ин-э. И вот. Кэ-га. Вот это слово. Пасмотрим. Кэ-га. А-тусканеть. Патиметь. Слово Кэ-гэ означает смуглый. Пор Кэ-гэ это смуглая кожа, а не, скажем, идеально белая. Так? Ну, я надеюсь, что пока еще в иврите это слово не объявлено неполиткорректным. Потому что, ну, объективно, у кого-то кожа более белая, у кого-то, как у меня, несколько более смуглая. Да? Ну, про эфиопов наших еврейских негров. Мы пока не говорим так. Смотрим дальше. А-не-га. И, значит, что? Как мы это перевели? Потускнело. Это поражение. Вело паса а-не-га беор. И не распространилось. Поражение на коже. Ветти-харо. Это противоположность. Тагар. Противоположность. Та-ме. Тагар – это ритуально чистый. И сделает ритуально чистым. Гакоэн. Ми-спахат-ги. Это называется мис-пахат. Это не является царат. Так. Ве-хи-бес-багадав. Леха-бес – это значит стирать. Багадав – это багадим шило. Это его одежды. Ве-тагар. И чистый. Замечательно. Ве-им-па-са-тиф-се. Здесь мы видим употребление корня двойное для усиления значения. Если же распространилось. А-ми-спахат-баор. Вот это мис-пахат. Ну, у нас здесь слово мис-пахат. Есть слово сапахат. По сути, это тот же корень, значит, тоже значение. Что такое сапахат? Давайте посмотрим. Лешай. Здесь очевидно то же самое. Баор – на коже. Ахары-э-ра-о-то. После того, как посмотрел. Корень – ра. Эд-а-коэн. Посмотрел его. Коэн. Ле-тагара-то. Он для того, чтобы сделать его чистым. Ве-нир-э-шэ-ни. И показалось слово снова. Эль-а-коэн. Показалось кому? Коэну. То есть коэн снова увидел его. Ве-ра-а-коэн. Ве-ни-паста-га-мис-пахат. Распространился Лешай. Увидел это коэн. Баор – на коже. Ве-ть-им-оа-коэн царад-ги. То тогда коэн делает это нечистым. Это тот самый царад. То заболевание, которое рассматривается тут у нас. Смотрите, я не ставлю себе задачу объяснить смысл, а тем более дать понять, почему Всевышний постановил именно так. Но мы с вами разбираем буквальный смысл текста Торой. И буквальный смысл мы пробрали. Каков перевод мы с вами можем увидеть здесь. Так, вот от начала 13 главы мы читали. И дочитали мы вот до конца девятой фразы. Вот так. Хорошо. Продолжаем. Извините. Вот это поражение, которое называется царад, если оно будет на человеке, Вегу-ва и будет привидено коэн к коэну. Вера-коэн и убит коэн. Вегине цэд леванаба ор. Цэд только что у нас было. Так, минуточку, цэд. Вот оно. Некое поражение, да? Левана белого цвета. Баор на коже. Веги-гафха цэ-а лаван. И волосы стали белыми. У-мих-яд басар-хай. Вот это слово с первого взгляда не разберешь. Мих-яд, да? Перевод здесь будет такой. Хэх-ия. Мы видим, что корень здесь, вот он посередине. Хай. Хай это живой. То есть оживление. Хэх-яд басар. Будет оживление кожи. То есть нарастет. Извините, не кожа, а мясо, плоти. Басар-хай. Живого мяса. Ба-цет. Вот на этом поражении. Царат-ношенет-и. Это не простой царат, а царат-ношенет. Ношенет. Переведено здесь как застарелое. Да. Ношан. Старый. Устаревший. Ну, это слово иногда имеет положительную коннотацию. Достаточно сказать, что очень неплохое вино. Пасхальное. Ну, я его использовал на четыре бокала. Называется. Название его. Яшан-нушан. Кто, может быть, тоже знает, откуда эти слова берутся. Это история. Когда Всевышний дает благословение на землю, он говорит, вы соберете урожай, и еще к этому времени не съедите прошлый урожай. И будете съедать старое, чтобы освободить место под новое. Вот это и называется Яшан-нушан. Продолжаем. Так. Беорг-саро. На коже плоти его. Витим оа коэн. И сделает его коэн нечистым. Ло-я-с-гирэйну. Не закроет его. Кей-тамэ-гу. Потому что он нечист. То есть здесь нечего даже ставить опыт, ставить эксперимент. То есть смотреть, как будет ли распространяться это пятно. Потому что ясно, что это такое. Это зацарелая цараат. Ну, комментарии, кстати, говорят. Как коэн определял, что распространился лишай на коже, он ставит отметки. То есть он отмечает какие-то волоски черные. Ну, если они нормально черные, какие-то белые. И через семь дней, точнее на седьмой день, он смотрит, не стали ли черные волосы, которые были у края вот этого лишая, не стали ли они белыми. И из этого исходя он определяет, не распространяется ли лишай. Итак, в им, а если? Паруах, тифрах. Мы видим здесь корень перах. Что такое перах? Цветок. Паруах, это буквально должно быть расцветет. Но нам показывает словарь Паруах, развивающийся и с мой ветром. В принципе, здесь то же самое. То есть распространится, но не просто, а как-то сильно. Гацарат. Ве ор. Значит, это царат, это проказа на коже. Ве хисета гацараат, это коль ор анега. Вот это слово от кисе. Касе, это покрывать. Махасе, например, крышка в кастрюле и вообще покрытие. И покрыло вот этот царат весь, всю кожу того, кто прокажен. Ме рушо ве ад раглав. От головы его до его ног. Лехоль марэ эйней. Все, что видит глаз. Все, что видит глаза. Акоэн. Глаза коэна. Ве раа коэн. И увидит коэн. Ве и ней хисета. И вот покрыло гацараат. Проказа. Эт коль ва саро. Все, всю кожу его. Ве тигэр. Эт а нога. И тогда он объявляет это поражение чистым. Тигэр. Куло гафахла вам. Все стало белым. Тагоргу. Он чистый. Угайом гэр от бо. Басархай. Но в день, когда увидит он мясо живое. Живое. Йитма. То есть объявит его тамэ нечистым. Вера коэн. Эт абасарэ хай. Ахай. И увидит коэн. Что? Живое мясо. Ветим о. И объявит нечистым. Абасарэ хай. Тамэ гу. Цараат гу. Если есть и пораженные участки, и не пораженные. То есть живое мясо. То это цараат. О. Ки яшуа басарэ хай. Если яшу вернется мясо живое. Ве негефах лелаван. Так. И станет белым. У. Ва эль акоэн. И придет коэну. Ве ра агу акоэн. И увидит его коэн. Ве и не. Негефах. Вот превратилось. Га нега. Жене ле лаван. Белым. Ве тигэр. Коэн. Эт. Га нега. И объявит коэн. Это чистым. Таоргу. Это он чист. Итак. Мы видим, что некоторые слова, которые у нас появились тут, они относятся к нашей теме, которая раньше не рассматривалась в Торе, они специфичны. Когда они появились в первый раз, имеет смысл обратить на них внимание и запомнить, либо даже записать. Так. И дальше мы видим, что в нашем тексте они повторяются снова и снова, потому что тема идет об этом. Вот наши термины. Сет. Поражение. Сафахат. Примерно то же самое. Багерет. Нега. Цараат. Паса распространился. Ну, ке-ге у нас тоже потом встретится. Это более темное. И так далее, и так далее. Вот. Мы дошли с вами. Насколько я понимаю. Так. Где мы были? Вот здесь. Ну, давайте посмотрим дальше. Ва-иш-о-иша. Человек или человечица. Мужчина или женщина. Ки-е-бо-на-га. Если будет у него вот это поражение ба в прошлой голове. О-бе-за-кан. Слово закан означает борода. Закен означает старец. Далеко не каждый, у кого есть борода, старик. Далеко не у каждого старика есть борода, но слова эти однокоренные. Вера-а-коэ-эт-ан-эга. И увидит кое-надо-пражение. Вь-не-мар-эгу. И вот его вид. Амок-ми-на-ор. Глубже коже. У-во-це-ар-цагов. И в нем волосы желтые. Слово цагов желтый. Дак. Слово дак тонкий. То есть они стали тонкими и слабыми. Ве-та-ме. От того коэн. И объявит его коэн, что тамэ нечистым. Нетек. Гу. Слово нетек. Мы с вами посмотрим. Так. Нетек. Разрыв. Ленатек. Отключать. Нетук. Отключение. Скажем. Если вы не платите за телефонную связь. Да. Они звонят вам. И угрожают тем, что будет не тук. Экев. Итна-тек. Так. То есть пока мы вам его не отключили. Так. Дальше. Так. Не сюда. А вот сюда. Да. Царат. Горош. Оазакан. Гу. Это царат. Арказа. Головы или бороды. Вехиир эакуэн. Эт негага. Нетек. Если он увидит вот это вот поражение. Отключение. Или как мы это перевели? Нетек. Разрыва. Угу. Вехи не эйнмар эго амок минаор. Но оно не выглядит ниже кожи. Вехи. Вехи. Саар шахор. И волосы на нем черные. Эйн. Бо. Извините. Вехи. Саар шахор. Эйн. Бо. И черных волос нет на нем. Вот именно. Да. Вехи. Эсгир закроет. Обратите внимание, что нынешнее положение в Израиле, да, когда карантин и люди вынуждены сидеть по домам, называется Эсгир. Так. А что такое Сагир? Тоже слово существительное, образованное от этого корня Сагир. Сагир, которое означает, что арабов с территории не пускают на территорию Израиля. Простите за масло масляное. Так. И еще одно слово от этого корня. Мисс Герет – это рамочка. Почему рамочка? Потому что рамка закрывает картину, закрывает ее со всех сторон. Так. Сейчас собирался вам показать. Ну ладно, что такое рамка, вы представляете. Так. Сагир. Акоэн – это нега. А, нетек. Вот он этот. Нетек, этот разрыв. Слово закрывает. Шиват ямим на семь дней. Вера, коэн – это нега, бэйо, бэйо, шви. И увидит коэн, седьмой день. Вот это поражение в ине. И вот ло пасаганэ так не распространилось. Вэйо ло гайя бо сэ ар цагов. И нет на нем желтых волос. Умарэганэ так эйна мокмина ор. И вид у него не глубже кожи. Вэ гид га лах. Вот это слово означает побреет. Корень здесь гиммэл ламэд хэт. Бритьё гилуах. Бритва мехонат гилуах. Я назвал вам электрическую бритву. Мехона – это машинка. Машинка для бритья. Лэ гид га лэях – брить себя. Гид га лах – побреет. Вэ эт ганетек ло ги га лэях. Но сам вот этот ганетек, само это место, он не бреет. Вэ изгиракоэн эт ганетек шиватьямин швинит. И закроет снова на новые семь дней. Вэраакоэн эт ганетек в Йомашви. И увидит коэ этот ганетек в день седьмой. Вэ генэ ло паса ганетек. И если он не распространился. Так. Ба ор на коже. Умар эгу эй нэйну амок ми на ор. И вид его не глуже кожи. Вэ ти гар оттога коген. И сделает он его чистым. Вэ хибэс бэгадав. И амоет, постирает одежды свои вэта гэр. И будет чистым. Вэ им паса и все. А есть это гида распространится. Ганетек ба ор. Этот нэтак на коже. А харэй то го рато. После того, как он будет объявлен чистым. Вэ ра агу. А коэн. И увидит это коэн. Вэй не паса а нетек. Распространился нетек. Бэ ор на коже. Ло йи ва кэр а коэн. Ла цэ ар а цэ гов. Не тэ 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 тэ. Йи ва кэр. Лэ ва кэр это различать. Если не различить коэн. Желтых волос. Та мэ гу. Он не чист вэ им. Бэ эйнав. А если в глазах его коэна. А мад а нетек. Так. Устоял этот нетек. Бэ цэ ар шахор цамах бо. И черный волос вырос цамах. От слова цомэах цэмах. Растение цомэах растет. Нир па а нетек. Вылечился этот нетек. Здесь корень рэйш и а лэф. Что означает вылечить. Отсюда рфуа лекарство. И рфэ врач. Тагор гу. Он чист. Вэ тигаро а коэн. И объявит его коэн. Чистым. Вэ иш о иша. Мужчина или женщина. Ки е бэ ор басарам. Если будет на коже их мясо. Ба гэрет. Извините. Бэ гарот. Бэ гарот. Леванот. Множественные эти бэ гарот. Так. Что такое бэ гара? Ба гэрет. Светлое пятно. То есть много светлых пятен. Вэраа коэн а гинэй ба ор басарам. Ба гарот. Кэгот. Леванот. И увидит. И посмотрит коэн. И вот на коже их плоти. Светлые. Многочисленные. Пятна. Белые. Богэк гу. Вот здесь новое слово. Богэк. Богэк. Вот оно. То есть Богэк от слова белеть. Сверкать. Некий термин, который наверняка как-то переведен. Но переведен достаточно условно. Это то, что называется Богэк от слова багэк билеть. Парах расцвел ба ор на коже. Тагор гу. Он чистый. Бэишки и марет. Хорошо. Так. Посмотрим. Марат. Выдергивать. Выщипывать. Так. То есть что произошло с его головою? Как будто из нее выщипали волосы. Кэра. Кэре ях гу. Слово карахат означает не про нас бы сказано лысина. И однокоренное слово кэрах. 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 Эт лёд. Так. То это просто человек лысый. Гу. Он. Тагор гу. Он. Кыст. В им миф ад панав, а если со стороны лица, е марет рошо, обезволосиет голова его. Гибэ ях гу. Слово гибэ ях означает та лысина, которая спереди. Тагор гу. Интересно, что даже слова Ирис приводит это слово, которое я, честно говоря, на улице не слышал. И различает он кэрэ ях лысый, лысый сзади, и гибэ ях лысый со стороны лба. Интересное выражение, которое я, честно говоря, подзабыл. Кэрэ ях мекан у мекан. Он лысый и отсюда, и отсюда. Это значит, что он потерял и то, и другое. То есть, это очевидно, аналог русского выражения. За двумя зайцами гонишься, ни одного не поймаешь. А мы с вами продолжаем. Ну, давайте я перепрыгну вот сюда. И посмотрим вот это вот слово. Пэрумин. Вэ а царуа. Ашер бо анега. А вот тут пораженный, у которого это нега. Бэ гадав. Игье порумим. Его одежды будут, посмотрим, здесь распороты. Пэрем распороты шов. Порумим распороты по швам. Так? То есть, не по мясу. Но швы своей одежды он должен распороть. Вэ, рушо и е. Паруа. И голова его будет взлохмачена, не причёсана. Вэ ал сафам. Слово сафам означает усы. Так. Е, а. Я, т. Завернётся он. Корень здесь айн, тет, гей. Отсюда слово матафа, конверт, который оборачивает письмо. Лэгит атеф. Бэ циц. Нет, лэгит атеф. Это немножко другое. Заворачиваться скорее. Перепутал немножечко слова. Чуть не привёл вам пример из благословения на Талит Гадоль. Но там другое слово, там другой корень. И, собственно, матафа тоже другой корень. Я ате, я ате. Сейчас посмотрим. Да, ата. Лэ атот оте. Извините, немножко перепутал. Не туда посмотрел. Ве таме, таме, икра. И должен этот человек, чтобы не передать заразу другим людям, да, он должен выделяться, он должен закутаться вплоть до усов своих, да, и выкрикивать таме, таме, нечист, нечист. Чтобы люди, чтобы не передать другим людям его нечистоту. Ну, сейчас во время карантина, в случае коронавируса, это весьма и весьма актуально. Все дни, пока вот это поражение в нём, он будет считаться нечистым. Баддад, слово Баддад означает «в одиночестве». Город, который сидит одиноко. Баддад, это парафраз из «Эйха», из «Плача Ирмияву», который описывает разрушение Иерушалаима. Очень близкое слово к слову Баддад, это левад, действительно, если в корне вторая и третья буквы совпадают, они могут сливаться. Левад, это «одиноко» или «один без помощи кого бы то ни было». «Ания сити» – это левад. Я это сделал сам. Так? Баддад ешев. Один будет сидеть. «Ми хуцла махане мо ша во». «Хуц» – это «вне», «махане лагерь», где лагерь, как это сказать, где селились евреи, вышедшие из Египта в течение сорока лет по дороге. Значит, их стан назывался «махане». «Вне стана мо ша во», его сидение буквально, его положение, то есть его, то место, где он живет. «Ве га бэгет» – одежда. «Ки ебо», которая будет на ней. «Нега царат», так? Вот это царат. «Бэ вэгет цэмер», на одежде цэмер – это шерсть. «О бэ вэгет пиштим», «пиштам» или «пиштим» – это лен. «О биштим». Слово «шати» переводится как «основа ткани», и ей противопоставлено «о ба эрев». «Эрев» – вообще правильное название – это «уток». Ну, здесь перевод как «шти ва эрев вдоль и поперек». Значит, я просто объясню, что это значит на основе или на «утке», как делается ткань, как ткут натягивают нити. Сейчас меня видно, нет? Нет, видно текст очевидно. Сейчас, одну минуточку, я сделаю. Как я могу делать, чтобы меня было видно? Честно говоря, даже не знаю. Видно меня на отдельной картинке или нет? Да, вы, может быть, на свое окошечко нажмите два раза. Вот так, да? Вот так? Нет, что-то не получилось. Сейчас, одну минутку. Ну, ладно. Значит, я хотел просто показать вам жестами. Ну, скажем так, вертикально натянуты нити, которые неподвижны. Вот это называется «основа». А что такое «уток», когда челнок ходит между ними, обходит ткань, значит, обходит одну нитку спереди, другую сзади, спереди, сзади, спереди, сзади и так далее. Вот эта нить уже называется словом «уток». Так, то есть, неважно на какой нити вертикальной или горизонтальной, да? Ба, ви, шти, о, ва, эрэв. Так? Ла, пиштим, ве, ла, цемер, как на льне, так и на шерсти. Значит, эти слова используются в формулировке одного из законов Шатнез. Ткани, смешанной шерсти льняной, не будет у тебя. То есть, если шти у тебя цемер, шерсть, то и эрэв, уток, должен быть у тебя шерсть, не может быть лен. И, соответственно, наоборот, так. О, б, ор, слово ор через айн, это кожа, то есть кожаная одежда. О, б, холь, м, л, х, т, ор. Все, что сделано из кожи, выделано из кожи. В, я, г, н, г, е, рак, рак. Мы можем заметить здесь корень ерок. Ерок – это зеленый, ерок, рак – это зеленоватый. То есть, цвет его изменился в сторону зеленого. Или адамдам аналогично образуется словно красноватый от слова адом. Красный. Ба, бэгет, о, ба, ор, о, ба, шти, о, ба, эрэв, о, бэ, холь, к, ли, ор. Повторение. Нега царадгу – это царад, проказа на одежде. Да, цараду. В, гар, а, эт, а, коэн. И, посмотрит, осмотрит, это коэн. В, гар, а, коэн, эт, а, нага. В, изгир, эт, а, нега. Шиват, ямим. И аналогично, если появилась царад, проказа на одежде, то эту одежду закроет коэн на семь дней. Что значит закроет? Добьется того, чтобы к этой одежде не было касания. Так? Чтобы посмотреть, распространится ли это коэн. В, гар, а, эт, а, нега, ба, йо, ма, швии. И увидит вот это поражение в день седьмой. Ки, а, са, а, нега. В, гар, а, бэ, гет, о, бэ, шти, о, ба, эрэв. Что распространилось? Это поражение на одежде. Или на основе. Или на утке. О, ба, ор. Или на коже. Ле, холь, а, шер, е, а, сэ, а, ор. И на в тем, что сделано из кожи. Ле, ма, ла, ха. Ма, ла, ха. Ма, ха это мастерство. Нет, как это сказать? Изделие. Так? Царад. Это царад. Мам, эрэд. Мам, эрэд. Злокачественное. Так, это царад. Это же слово используется для, не про нас бы сказано, для опухоли. Так. Мам, эрэд, га, нега, тамэгу. Это? Да, это не чисто. Ве, сараф, эт, а, бэгет. Сараф, значит, сожжет. И сожжет одежду. И так далее, и так далее. Идет перечисление, на чем этот царад может быть. Ну, давайте посмотрим вот отсюда. Начиная. Так. Так. Пахетет ии. Про что это сказано? Так. Верау куэн ахрейгу. Ха, бэс. И увидит коэн после того, как будет выстирана. Эт, а, нега. Вот это поражение. Вэгинэ, ло, га, фах, а, нега. Эт, айно. Не изменило это поражение буквально глаза его, то есть своего вида. Вэгинэ, ло, паса, тамэгу. И не распространилась, то она нечиста. Баэш, тисре, фэну. В огне сожгите его. Пах, пахетет. И слово пахетет. Недостаток. Перевод, который дан в комментарии, разъеденное, означает выемку, впадину. И приводится здесь пример из книги Шмоэльбет. Углубление язва, то есть то, что выглядит глубже на вид. Корень здесь пахот, пахот, меньше. Еще одно слово, на которое я хотела обратить ваше внимание. Са. Так. Ну, давайте посмотрим, что нам дает сар. Отклоняться, отворачиваться. Так. Ну, давайте посмотрим, где оно, в каком значении оно употреблено. Ве габегет о, ашти, о, гаэрэх. И одежда, или основа, или уток. О, коль, кли, гаор. Или любое изделие из кожи. Ашер, те хабес. Которое ты выстираешь. Ве цар, мэхэн. Нега. И отвернулось от них вот это поражение. То есть перестало быть. Не возвратилось. Га, нага, ве, ху, бас, шейни, ве, ахэр. Еще раз это выстирать и будет пистым. Дальше идет тема, значит, дальше уже идет недельная глава. Не позрия, а мэцура. И вот эти фразы мы пока пропустим. И немножко мы посмотрим, ну уж сколько успеем, да. Теперь мы занимались проказой на коже человека, на одежде. А теперь, начиная с фасука ламет гимел, да. Мы занимаемся новой темой. И это, сейчас мы увидим, когда придешь ты в страну, Канаан. Ашер анинотен лахэм, который я даю вам. Ла ахуза, слово ахуза, это вечное владение. Слово ахуза означает процент. Ве натати нега царат. И дам я поражение царат. Бе вейт. Эрец ахуза та ахуза тхэм. В дом, на дом в стране вашего владения. То есть, это еще один бит проказа, который поражает. Дама. Ува ашер луабаит. И придет тот, у которого, к кому принадлежит абаит дом. Ве гигит лакоген леймор. И скажет коину, говоря. Кен нега нир а ли бабаит. Что-то подобное нега поражению видно у меня в доме. Я увидел на доме. Значит, кэ это означает подобное. Что-то подобное. Комментарий объясняет, что даже если хозяин уверен, что это именно царат, он все равно не должен это утверждать. Потому что с того момента, как будет объявлено, что это царат, становится нечистым все, что внутри этого дома, как мы видим из дальнейшего текста. Ве цива акоен. И прикажет коен. Уфину это баит. И освободят, опустошат дом. То есть вынесут наружу все, что в нем было. Бетерем. Интересное слово. Бетерем означает прежде чем. Адон улама шер малах. Бетерем коль и цир невра. Это из молитвы Адон улама. Бетерем его акоен. Перед тем, как придет коен. Лир от эт амнега, чтобы увидеть это поражение. Вело итма. И не станет нечистым, коль ашер баит все, что в доме. Ва ахар кен. Его акоен. И после того, как все это вынесут, придет коен. Лир от эт амнега. Видеть дом. Вера а эт амнега. И увидит вот это поражение. И не амнега ба кирот. Слово кир через куф означает стена. Слово кир более точно. Это наружная стена здания. Потому что есть еще слово котель. Котель это городская стена. И есть еще слово дофен. Это перегородки между комнатами. Но иногда значения их перемешиваются, путаются. Так, ба кирот обаит на стенах дома. На рульных стенах. Шека ару рот. Так, что нам дает стварь? Шека ару рот. Впадины. Так, мы не видим этого слова в словаре. Ну, что же делать? Очевидно, оно сейчас не употребляется. Ерак-ракот, зеленоватые. От слова ерок. Адам-доот, или красноватые. От слова адам. Ум мар-эген. И вид их шафаль. Вот это вот слово. Шафаль ровный, низкий. Шефель это приниженный. Шфаль-руах это человек скромный. Не возносящийся. Шафаль-мин-накир. То есть, глубже, чем стена. Как бы углубление в стене. Ваяца-акуэн мин-абаит. И коэн выйдет из дома наружу. Эль-петаха баит. К входу дома. Вэгиз-гир это баит. И закроет дом. Шиват-ямим. На семь дней. Так. Я хотел вам показать интересный пример. Он здесь в самом конце. Это уже относится к тому, как очистить дом. И как вообще от язвы. Значит. Здесь есть слова ци-порим. Птицы. Айрес это кедр. Кедр ливанский может достигать 60 метров в высоту. Ши-ни-то-ла-ат. Это такой червленая нить. Вот. Но перевод интересный здесь дает словарь. Очевидно, это более современное использование. Да. Ши-ни-то-ла-ат переводят как некое насекомое, из которого действительно добывается красная краска. К сожалению, эта краска некошерная. И если она используется как пищевая добавка, то весь продукт для нас становится некошерным. И далее используется вот такое слово эзов. Слово эзов. Словарь переводит двумя вариантами. Или майоран. Майоран это низкое растение, которое используется как специя. Специя толченое растение из этого – это тот самый заатар, который наверняка всем знаком. И второе значение – лющ. Так вот, интересно, что в книге Мелахим Алиф говорится про царя Шламо. И говорил он о деревьях от кедра, что на Ливаноне, то есть ливанского кедра. До эйзова. Вот тут очень мудро сделано, что не переведено слово эйзов ни как майоран, ни как плющ, вырастающего из стены. Так? Вот, собственно, сама фраза. Интересно, что можно понять это и так, и так. Майоран, если эйзов – это растение такое низенькое, скромненькое, да? Что это значит? Очевидно, из противопоставления, которое дается и в книге Мелахим, и в нашем тексте, берется ветка кедра, как высокого растения, и берется травка очень низенькая, да? Чтобы показать, каких высот может достичь человек, и как низко он может пасть. И чтобы человек был скромен и не возносился, да? Но кроме этого, я думаю, ну, это моя мысль, она может быть и неверна, что если в данном контексте имеется в виду плющ, который на стене, да? Не травка, которая выросла из стены, она может расти на стене, она может расти на камне, кстати, очень интересная травка. Плющ практически не требует полива, не требует влаги, да? Но если это именно плющ, да? Чем он интересен? Стена высока. Плющ взбирается на нее, пользуется ее высотой, но далее он поднимается выше стены, то есть как бы благодаря стене он достигает высоты еще выше. То есть имеется в виду, наверное, намек, что царь Шломо, царь Шломон, да? Он приводил в пример как высокое растение, как высокого, значительного человека, так и низкое растение, так и человека незначительного, который тоже нужен, как вот этот вот майоран используется нами как специя. Вот, и даже он говорил о человеке, который воспользовался достижениями другого человека, но благодаря этому возвысился еще немного над ним. Как говорил Ньютон, я стоял на плечах гигантов. Вот такая интересная история. Это вот мое личное мнение о том, что говорится вот в этой фразе книги Мелахим Алиф, пятая глава, тринадцатый стих. Ну вот, мы не до конца разобрали этот текст. Есть еще интересные тут слова, которые могут пригодиться, могут понадобиться. Ну, я поставил все на телеграмм в нашу группу. Ну, давайте я все-таки сделаю так. Я все, что мы сегодня проходили и даже то, что не проходили, поставлю вам еще и на чат. Тут может быть немножко многовато. Тем не менее, чат, я надеюсь, чат это возьмет. Так. Так. Где мне это увидеть? Ага. Вот так. Так. Нет, не все пошло. А какие проблемы, я ничего не понимаю. Что ты хочешь делать? Дело в том, что чат не берет большой кусок. Я вторую часть просто поставлю на чат. Может быть, проще потом просто в телеграмме поставить, на самом деле. В телеграмме я поставил уже заранее, да. Ага. Ну, слово нетек. Это у меня все или не все, да? Сейчас я проверю, все ли я поставил. Надеюсь, что да. Ну, ладно, в телеграмме в любом случае это есть. Так, приходите еще, уважаемые товарищи. Если есть вопросы, задавайте. Вот. И всегда меня можно найти. Да. Всего доброго, счастливо. До свидания, до новых встреч. Окей.